Пагетти На территории и в определенное время Головной щит или цефалон И хвостовой щит или пегетти Примерно одинакового размера и формы Как и у других агностит У пагетти имелись глаза Подвижные щеки и пропаривые швы Глобелла хорошо выделена Слегка сужающаяся в переднем конце С большим субгоризонтальным выростом Тянущимся о задней части глобеллы Передняя борозда цефалон Обычно имеет ряд торчащих грибней Подобно спицам Широко распространенных среди многих Элодисцидов Пагетти не имела колючек по углам цефалона Между его боковой и задней частью Так называемых щечных шипов У него имелось два сегмента торакса Каждый из которых состоялась Горизонтальной внутренней части Которая резко переходит в наклонную Внешнюю часть Ось пегидия четко выделена Каждый сегмент накрывает заднюю часть Предыдущего сегмента Как правило на пегидии имеется 5 отличительных колец И направленные в обратном направлении Твердый шип Учитывая, что глаза, колючки и шипы Являются хрупкими Они не могли сохраниться в результате эрозии Во многих образцах Неба или гипостома была выпуклой Из пластины расположенной Непосредственно под фронтальной частью глобеллы Гипостома пагетти напоминает Гипостома других трилобитов И представляет аргумент Благодаря которому Агностит можно рассматривать Как специализированных упрощенных трилобитов Несколько видов пагетти известны из бёрджерских сланцев 1022 экземпляра пагетти известны из отложения большого филопода Где они составляют 1,94% от всего животного сообщества Окаменелые остатки пагетти иногда встречаются в полых трубках Оставленных червем-полихетом Силкир Кией Если вы являетесь любителем палеонтологии Доисторических существ Или вам просто понравилось данное видео То будьте добры поставить лайк Подписаться на канал Вступить в группу канала Ссылка будет в описании И я продолжу делать видео по этой тематике Субтитры создавал DimaTorzok